С утра и почти на весь день сегодня остались без света и воды часть деревни Кайбалы Алтайского района. На помощь сельчанам прибыли энергетики. Как выяснилось, причиной аварийного отключения оказался пробитый кабель. Подробнее в следующем материале. В основном все своя вода. Вот у меня пенсия маленькая, так мне не пробурить ее. Раньше, как пробурено, это вот 40 лет тому назад, это у меня колонка своя дома. И приходится сюда. Сюда это куличные водоразборные колонки. Вот только сегодня ни это, ни остальные на обочинах не работали. 8.20 выключились. Ну а вот сейчас без воды как обходитесь в эти часы? Ну как-то же оно обходится. Это же такое дело. Это дети у кого, а мы-то взрослые. У нас детей нет. Мы в кляпу всегда держим за просмотр. Ситуация прояснилась, когда в Кайбалы прибыла аварийная бригада. Оказалось, все дело в неисправном кабеле. Тот кабель, который идет с опоры на водозабор, оказался пробитым в двух местах. Замыкание этого кабеля выбило на трансформаторной подстанции автоматы. Они пытаются их включить, их обратно убивают. Потом вот установили, что кабель пробитый. В общей сложности неприятная ситуация коснулась порядка 20 домов. Без света оказались частные постройки в переулке Мостовом, запитанная трансформаторная подстанцией. Без воды, уличные колонки, две двухэтажки, детский сад, школа и ДК. Хотя в идеале, говорят энергетики, в случае ЧП должен использоваться 20-кубометровый запас ресурса. Довольно большой запас. Дело в том, что вот эта емкость, это все, вода питьевая со скважины подается сюда. Понимаете, у нас проблема там. Не хватает давления, пока полную башню мы не накачаем. Давления не хватает, особенно на вторых этажах, в детском садике. Ремонтировать скоротнувший кабель, он находится в собственности местной управляющей компании, энергетики не стали, решили для надежности заменить его на новый. Это аварийный мой запас. Кабель? Да. Уже во второй половине дня активировались насосы, водозаборы, а чуть позже появился в домах и свет. Наталья Гармашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.